Добрый день друзья уважаемые подписчики и так сегодня разговариваем о проверке условий хранения оружия и новый регламент росгвардии пока не понятно радоваться или нет время покажет приказ росгвардии от 14 января 2020 года номер 8 об утверждении административного регламента федеральной службы войск национальной гвардии российской федерации по осуществлению федерального государственного контроля надзора за соблюдением законодательства российской федерации в области оборота оружия документ очень объемный но с первого взгляда производит хорошее полезное впечатление для охотников это абсолютно новый документ который теперь регламентирует всю процедуру проверок условий хранения оружия охотниками он отменяет все те непонятки между росгвардией участковыми и владельцами оружия которые были с данным вопросом документ теперь четко отвечает на вопросы кто может проверить когда может проверить какие обязанности и права у владельцев оружия при проведении проверки и так далее основные моменты нового регламента росгвардии по проверке условий хранения оружия и так кто может проверить условия хранения оружия по новому регламенту проверить вас может теперь только сотрудник росгвардии пункт 70 регламента участковый может вас проверить только в случае если в вашем населенном пункте городе селе отсутствует подразделение росгвардии для проверки участкового должен быть на руках запрос предписания о проведении проверки с которым он вас обязан ознакомить когда могут проверить условия хранения оружия и так плановая проверка в новом регламенте есть весомое нововведение теперь плановая проверка проводится один раз в пять лет пункт 67.5 вне плановая проверка может проводиться чаще но для того нужны основания перечисленные в пункте 67 регламента вас могут внепланово проверить в случае приобретение вами оружия сюда входят все случаи приобретения покупка переоформления наследства дар при совершении владельцем оружия преступлений или административных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления а также административных правонарушений связанных с нарушением правил охоты либо административных правонарушений в области оборота наркотических средств психотропных веществ здесь нужно обязательно пояснить следующее по нарушению правил охоты все понятно это нарушение предусмотренная статьей 8.37 коап рф по наркотикам в принципе тоже а вот нарушение посягающие на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления это нарушение предусмотренные главами 19-20 коап рф и список видов данных нарушений довольно внушительный в том числе к ним относится к примеру неоплата вовремя штрафа гибдд однако не стоит сразу опускать руки если вы просто не оплатили штраф вовремя то это ничего страшного а вот если вас оштрафовали именно за неоплату штрафа то есть наложили дополнительный штраф тогда это уже повод к проверке оружия далее при наличии за вами нарушений порядка обращения с оружием просрочка переоформления нарушения правил транспортировки отсутствие с собой документов на оружие и так далее принятие мотивированного решения в письменном виде о проведении проверки обеспечения условий хранения оружия и патронов руководством подразделения росгвардии этот пункт вписан конечно не для народа а чтобы иметь возможность любого человека проверить но опять же без мотивированного решения вас проверить не могут обязанность согласования проведения проверки условий хранения да наконец-то это случилось в регламенте четко прописано что сотрудники росгвардии участковые обязаны согласовывать с вами время проверки то есть абы когда с бухты барахта в квартиру к вам никто из проверяющих зайти не может а если пытаются то вы имеете полное право отказать инспектору еще и жалобу написать на его действие за несоблюдение пункта 69 регламента а пункт 69 регламента гласит о том что должностным лицом органа государственного контроля надзора в течение двух рабочих дней со дня возникновения оснований для начала административной процедуры указано в пункте 67 настоящего административного регламента совместно с гражданином или уполномоченным представителем юридического лица по телефону либо по электронной почте при наличии определяются дата и время проведения проверки обеспечения условий хранения сохранности оружия и патронов другие нововведения регламента росгвардии о проведении проверки условий хранения оружия росгвардия теперь обязана уведомлять владельцев оружия о необходимости продления срока роха пункт 88 регламента уведомлять владельцев росгвардия обязаны не позднее чем за месяц до истечения срока роха в какой форме будет уведомление телефон письмо госуслуги в регламенте не сказано то есть скорее всего любым способом напомним что документы на продление роха владелец оружия обязан подать не позднее чем за месяц до истечения срока поэтому все же не нужно забывать про необходимость продления росгвардия может уведомить вас о необходимости продления в последний день и если у вас не окажется необходимых для продления документов в наличии например медсправки то можно и протокол схлопотать на сегодня это все всем удачной охоты и успехов всего хорошего